Приветствую вас дорогие зрители на канале Михалыч Топик Геймс и мы на аккаунте Михалыча. Ребята, и сегодня я хотел бы продемонстрировать вам, ну и конечно сам протестить М16. У меня еще никогда не было грейдиного М16, поэтому, ребята, я приобрел, сложил вот такие вот модули. Первый это вот такая вот ручечка, которая позволяет нам скорость и стабильность, причем критический шанс увеличивает, ну не намного, но тем не менее. Следующий грейд это прицел Х2, который также скорость и стабильность у нас приводит в порядок, по-моему. А вроде и нет, он только приводит критический урон и критический шанс в порядок. Вот такой вот стабильность стрельбы точно компенсатор нам приводит. Смотрите, что так, без него у нас, а с ним стабильность добавляется и критический шанс. Ну прочность немного понижается М16, но довольно-таки неплохо. Не самый лучший сразу скажу вам у меня грейдин, но именно так я хочу, чтобы выглядела у меня М. Критический шанс и критический урон обратно-таки нам добавляет красный лазер. Вот такая вот М. Можно таки сказать, что она не самая топовая, но тем не менее, красный лазер это и есть фиолетовый модуль. Серые все модули, то есть ручка, прицел, компенсатор. Как только мы найдем что-то лучше, мы на нее поставим что-то лучше. А сейчас давайте грейдинем максимальное количество Эмок. Я вообще не пользовался этим оружием раньше, так как оно, ну я не думал, что Эмочка и сейчас не сильно подозревает, что она хорошее оружие. Но сейчас мы увидим стабильность. Я вывел практически в топ, то есть по стабильной стрельбе должно быть очень хорошо. То есть самое главное, что это оружие не будет делать промахов. Я так надеюсь. Так дальше. Там шум что-то повышает очень сильно, но мне это совсем не важно. Мне важно только сейчас, ребят. Так, глоки нужно убрать, так как глоки у нас будут замедлять громилу, ну а М16 будет расстреливать. Такая прикольная штучка, красный лазер. Вот такая указочка красная. Подвигаемся на глобальную карту и как только я встречу громилу, я думаю, что в этот раз встреча громилы со мной будет не мило. В прошлый раз аккаунт бороды, наверное, раз из 10 локаций я встретил на 6 локациях, ребят, громилу. А, нет, это в зимней локации я раз 10-12 приходил именно в локацию красную и встретил раз 6 громилу. Это просто жесть. Надеюсь, что сейчас громила тоже не заставит себя ждать и моего понемножечку, помаленечку громилу. Судя по сложившимся ситуациям и обстановкам, ребят, я прошел ровно 20 красных локаций. Я пробовал полностью вонять, чтобы мой персонаж полностью вонял. Я пробовал, что я только, ребят, не пробовал. Я перестрелял много зомби, я пробовал чистить локации, я пробовал просто ждать его, я пробовал не убивать никого, ходить по краю, что я только не перепробовал. Это последняя, 21-я, ребят, локация. После этой локации я отправлюсь в зараженный лес. Именно там мы, ребят, попробуем убить ведьму, потому что других вариантов я просто не знаю. Не знаю, вот такая вот толпа сразу на меня нападает, персонаж воняет, то есть привлекает к себе внимание. Сама М-16, увеличенный шум и все остальное. Я не понимаю, где громила, может быть, его вообще убрали. Я также нашел 4 данжа. Данжи подвалами 4 раза попадали. Я туда не ходил, потому что мне нужна громила. Ну, короче, вы видите, что с этой пухой... О, полковник, ребят. Полковник. Просто, я думаю, не только полковник, да все зомби, которые могут быть на локации, умирают. М-16 с фулл-модами. Это еще не самые топовые моды, но они могут много. Смотрите, я просто зажимаю и где-то только редко пролетает промах. Очень приятно то, что оружие практически не промахивается. Я уже даже отнес стэк индейок своим собакам. Это просто жесть, ребят. Громила как не было, так и нет. Мы сейчас, ну, аккуратненько зачистим локацию. Не знаю, одна М-ка должна быть на одну локацию. Где-то так, даже меньше. М-16 на одну локацию. Я пробовал над битым ходить. Я пробовал там, может быть, сет менять. Не, не приходит. Реально, Громила засал. Потому что, друг, я вариант не вижу. Может быть, конечно, случится сейчас предначертанное, и Громила придет. Но шанс в этом очень маленький. Я знаю, что это сделали, наверное, все-таки для начинающих, выживших, которые очень как-то травматично переносят встречу с Громилой. И, может, даже не могут пофармить красную локацию. Хотя красная локация, я думаю, не предназначена для фарма. Сугубо для выполнения заданий рейдеров. Но ничего с этим поделать не могу. Практически вся локация почищена. Кто здесь еще? Толстяки, было бы задания у меня там какие-то. Я бы просто неимоверно уже раза три выполнил. Я не знаю, сколько толстяков попали под моем 16, под раздачу. Я уже выстрелил целых 8 эмок, вернулся сюда еще раз и выстрелил. То есть, 8 взял, раз. Остается только еще 2 выстрела. Жесть, ребят. Короче, ну, чистил я со всей силы. То есть, понятно, что не полностью локации. Пробовал, конечно, как-то там пробежать часть. Опа. Выживший попался. Ну, куда-то он убегает. Почему он убегает? Укс, вы с эссинкой? Хорош. Последнее время, ну, как бы, последних несколько раз. О май гад был. Только я не громил, ребят. Сейчас придет громила. Это будет жесть. Получается, в последние разы не видел я нормальных ребят, выживших. Чтобы с нормальной броней или с нормальной ВСС. Напишите в комментариях, попадались ли у вас, выжившие, с хорошей прочностью оружия. Желательно, конечно, с ВССинкой. Попадали ли у вас, выжившие, с ВССами, и чтобы прочность их была хоть половина. Вот мне интересно. Ну, все вроде. Ни одного зомби здесь нет. Я понимаю, что только один вариант у нас есть. Выходить на ведьму. Фух. Ну, переодеть в сет, птички. Все это, я думаю, за милую душу мы сейчас завалим ведьму. И, может быть, кто-то спрашивал, Михалыч, как самый простой способ убить ведьму. Я просто не знаю, зачем новичку ходить на ведьму. И я хожу туда только ради задания рейдеров. Ну, бывает, конечно, бывает. Такой вариант, что, ну, просто от нечего делать, схожу на нее. Убить ведьмашечку, это, наверное, задача не из самых легких. Так, что здесь? Есть Франклин вот такой отлежащий, что же за мужичара. Ну, и самый легкий, наверное, способ взорвать вот этот кокон. И кокон, который в противоположном углу находится. То есть, сейчас я вам покажу, что если убивать ведьмашечку, так что у нас там с оружием, все у нас хорошо. Ага, давайте активки выставим. Все-таки самолечение и спринт, я думаю, здесь нас должны спасти. Наверное, на всякий случай. Я все-таки подозреваю, что будет очень жестко. Вельма спалила нас. Зажимаем, ребят, 68 хп. Так. Нужно расстреливать вот этих вот ползунов. Это самая, в принципе, большая проблема у нас. И волки. Следующее, что может быть самое такое опасное, это вот эти волки. Потому что именно они бьют 10. А вот эти вот ползуны, они бьют совсем там. Кэцик, всего лишь двоечку прописывают. Нужно две такие атаки отбить. Если вы не имеете С4 и не можете взорвать вот эти копки. Ну, я советую хотя бы один взорвать. Потому что даже с топовым оружием, ребят, вы можете не осилить ее. Ведьмашка прибегает, как только мы убиваем ползунов, ребят. Хп у нее, конечно, вылетает на ура. Оружие себя показывает на все деньги. То есть, отлично. 68, а он прилетел. Опа, эмочка закончилась. Так, давайте, наверное, все-таки хпшеньки пополним. Вот так вот. И эмочка. Воу, воу, воу. Вау, не то, не то. Не то пальто. Во. Так. Воу, 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 ребят. Волки, волки. Отстреливаем максимально. Потому что я не успел переодеться. То есть, я сейчас затупил ползунов очень много. Гранатометы приветствуются. Гранаты, если умеете пользоваться, тоже. Нужно было стоять возле окона и максимально их отстреливать. Но единственный плюс, то что я, ребят, смог отстрелять волка. Которые сразу прибежали. Троечка сразу прописывается. Потому что торсы не успел одеть. Так. Давайте готовиться. У нас всего лишь один ползун. Эмочек я потратил неимоверное количество. Так. Так. Так, так. Все вроде. Ага. Ого, сколько тут еще зомби. Так, ведьма идет. Она не будет жалеть нас. Жесткие удары вот эти у нее. 68 урона наносит. Поэтому нужно не опускать свои хп ниже 68. Потому что будет очень печально. Вообще стараться хилиться после каждого удара. 27. 68. Ну, это, по-моему, последний замес. Она уже не будет вот так вот орать. Она дает себя убить. Фух, ребят. Это было что-то с чем-то. Я, конечно, знал, что ведьма опасная. Но убивать ее очень тяжело. Любая ошибка. И все. Просто любая ошибка может стоить для нас очень дорого. Короче, взрывчатки С4 готовьте, если вам нужна ведьма. Ну, или, как минимум, М-очку вот такую, как у меня. И стараться убить сразу волков. Я не знаю, что еще поделать. Какого еще нам зомбика убить. Но я думаю, что М-ка показала себя довольно-таки неплохо. И даже, несмотря на то, что Громила не пришел. За то, что он забоялся, конечно. Ну, имея такую М-ку. Я помню, с Калашом я тоже искал очень долго этого нашего Громилеона. Но все-таки он пришел. Но на М-очку вообще испугался. Вот такой вот видос. Надеюсь, вы зацените его. Зацените мои М-16. Я потратил очень много их. Но, тем не менее. Теперь у меня есть еще один топовый огнестрел. Который практически без промаха бьет в цель. Не забывайте ставить лайки. Подписываться на канал. Ну и, конечно же, ребят. Конечно же. Писать комментарии. Постараюсь каждому ответить. И пообщаться в комментариях. Всем пока-пока. Удачи. И увидимся уже в следующих видео. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok